ТЫ БОЛЬШОЙ СВИКЛУШИСЯ ЕБЛАН Вот как, я понял Да он всё понял, ты еблан Он всё понял, да Тайная история Соника Соник и хвосты, да, извиняюсь 8 лет назад анимация вышла Старая очень анимация, но По-своему, эгендарная Я думаю, что некоторые из вас, возможно, даже её видели Хотя, кто из меня... Те, кто её смотрит Меня, наверное, не видели Ладно, извиняюсь, погнали Майлз Тейлс Прауэр Любимый герой Невыносимый напарник Ижас, да почему невыносимый, да классный напарник Вообще, мой, кстати Мой любимый персонаж, между прочим Соники И такова история Но все концы имеют две стороны Ладно, очень странный перевод Сегодня ночью в секретных историях Мы раскроем историю об Невинным увлечением Переросшим в смертельную одержимость Ага, окей, ладно Образ превосходного сайдкика Напарника, то бишь Популярный партнер Ежасоника Популярный партнёр Мне нравится вот эта формулировка И известный мастер на все руки Или нет? Корпорация Сега Они были моими спонсорами Нормально, курящий Соник Осуждаю, кстати В наше время он бы, наверное, выпил бы Ха-ха Да, цукат Когда все так делали Марио Марио Пакмен Сумасшедший чувак-собака Бенди, господи Крэш Бендикут Так что я делал героические вещи И всякая лепила их лого на них К сожалению, я закончил свой путь И тогда мир потерял интерес к себе Мне нужен напарник Игра кончена Так, какой у нас сейчас план? У меня пока ещё его нет Но я знаю, что мы нужны им Ты со мной? Сейчас вы видели фрагмент Нашей озвучки Фан-аниматика По Соник Кино 3 Которая вышла на канале Савик Тим На этом канале также выходят озвучки И по другим фандомам Например, как УЦЦ Андертейл Отель Хазмин Тринадцать карт И другие Ссылочка на него В описании И закреплённом комментарии Так же, как и на мой Телеграм-канал, конечно же Где выходят всякие Разные новости канала Приколы из жизни Есть даже чатик для всяких разных обсуждений И небольшой эксклюзивчик То есть уже на второй игре Когда у тебя появился напарник Игра уже была окончена То есть Соник 2 уже Директор Сеги Почему-то тёмнокожий Лысый мужик С С СОНИК Это СТЭЙЛС Твой партнёр И твой новый лучший друг О, господи Что с ним не так Я говорю тебе Мне не нужен чёрт-то партнёр Он просто будет мне Отормозить СОНИК и ТЕЙЛС Соник и Дэнс! Лучшие друзья! Серьезно? Соник, расслабься, это просто для публики, ничего не изменилось. Просто делай свои сотенские вещи и не волнуйся об Дэнс. Тебе покажется, что... Тебе покажется, что... Его тут даже нет. Господи, блядь. Господи, блядь. Лучшие друзья. Лучше иметь друга, чем друг друга. Нет, я хотел другое сказать. Лучше не иметь друга, чем такого друга. Вот, что я хотел сказать. Он там постоянно. Где бы у него был бы Соник, Дэнс просто... Болтается рядом. Это кажется... Невинно на первый взгляд. Но пока... И начались происшествия. Господи. Как грустно. Наклз и Соник наконец-то отложили свои разногласия. Фига себе. На неужто. Наконец-то. И команда была лучше, чем когда-либо. Это было незадолго до того, как они стали лучшими друзья. Вот это лицо у Наклза, конечно, счастливое. Но потом... Но потом... Это произошло. Ух ты, блядь. Ну, нихера себе. Раз... Разрывная! Мы еле смогли распознать его. Но по телу, мне кажется, по-красному было понятно, что это Наклз. Они сказали, что это было что-то вроде неисправности батареи. А вот все потому, что не надо было покупать себе ПОКО. Омагад! ПОКО! Видите, с чего это приводит? Вас буквально вбрывает башку. Но даже тогда у меня были свои подозрения. Да и по нему видно, что с ним что-то явно не так. Ему надо психушку, блин. Сумасшедший Тейлз вообще. Больной. На всю голову. Затем появился Шэдоу. Соперник, но как братья. Официальной причиной было короткое замыкание в бустах Шэдоу. В его башмаках, да. В башмачках. Странно, что у него башмачки взорвались, получается, да, в неисправности. Но почему-то ноги и остались. Одни рожки на ножки, как говорится, да. Вот только тела у него чего-то не осталось. Странно немножко. И работают у него кеды, конечно. Соник был опустошен. О, нихера себе. Да он какой-то, не знаю, чужой какой-то нахер. Мы не можем доказать это. И он знает это. Вот тогда я предприняла, что буду использовать себя как приманку. Вот и он. Зачем? Зачем? Они были самозванцами Соник. Они не любили тебя. Я любил тебя. Ты думал, они были твоими друзьями? Я был твоим другом, Соник. Господи, я и забыл об этом. Но это легендарное, это легендарочка. Ты это не понял? Лучший друг Соника Тейлз? Я? Тейлз, пожалуйста, послезайся. Тебе нужна помощь. Явно. Я с Эмми соглашусь. Реально. Нужна психологическая, сука, помощь. Это явно ненормальное влечение какое-то к Сонику. Я думаю, это относится и к некоторым части фанатов. Соника фанам. Ты никогда и ни разу не был моим другом. Никогда. Ты большой свихнушийся... Еблан. Вот как. Я понял. Да, он все понял. Ты еблан. Он все понял, да. Но неужели, наконец-то. Если Тейлз лучше друг Соника... Может так не поворачивать голову? Точно, кукла, блин, хреново, что ли. И я не твой. И я не твой лучший друг? О боже. Тогда ты не Соник. Это был последний раз, когда Тейлз исчез. А последний день, когда Тейлз исчез. Короче, вы поняли. После этого дня Тейлз исчез. Также Сега Корпорация постаралась, чтобы колесо продолжало крутиться. С тех пор мы его не видели. Сега Корпорация старалась добавить новых персонажей, напарников. Сильвер, Блейз, Биг. Не сказал бы, что это прям сильные напарники Сонику. Вообще не напарники, но ладно. Допустим. Это было не то же самое. Может быть, он был прав? Поскольку весь мир знал, что Соник и Тейлз были лучшими приятелями. Это было тем, что Сега продала народу. Я не смог бы. Может быть, он был прав. Может быть, я не был Соником. Вот как, да? Не, ну Соник явно, ну, не обычно, ну, не курит. Без щетины обычно появляются. Такого Соника я от Сеги не видел. Поэтому, возможно, действительно, ты не Соник. Ты просто часть фанатской анимации, допустим. Например. По Сонику. Ты слишком медленный. Ёпта. Я не слышу тебя. Ты слишком медленный. Что происходит? Давай, Соник, сделай это. Сделай это ради твоего старого приятеля. Что, блядь, что происходит? О, боги, нет. Пожалуйста. Ты слишком медленный. Бест френд. Бест френд. Блядь, ну а Бига с Пикачу... Ладно, Бига. А вот Пикачу, ёж это... Это тебе я даже разобрать не могу. Их-то за что? Что они тебе сделали? О, тут даже головы Наклза и Шэдов висят. Нихера себе. Это его такое страшное убежище. Не хотел бы я здесь, в этом месте оказаться, если честно. Ну а что они-то забыли? Они же даже не из этой вселенной, блин. Блин, я только сейчас заметил, что у Пикачу у него вместо глаз покеболы закрашенные. Охренеть. Ну ты, конечно, жестокий Тейлос, ублюдок. Явно... Реально еблан? Сказал Соник. Реально. Он был прав. Радостная музыка. Тут еще другие секреты истории, но я решил сделать реакцию именно на Соника, потому что... Как бы... Потому что... Господи, что мне... Реально будете задавать вопросы? Прикольно. В своем плане это прикольно. И стрёмно, конечно же. Ну а что? В фан-базе Соника не занимать своих фантазий, особенно вот таких вот жутких. Вот тот же, например, Тейлс Долл, Соник Экзе. Ну, не самые страшные, конечно, вещи, придуманные в фан-базе Соника, но все же стали просраться немалому количеству людей в свое время. Ну и вот тоже. В этом числе. Тейлс Бест Френдс. Вот как его называют, вот эта вот версия Тейлса. Ладно, ребята, ставьте лайки, дизлайки, интеракции. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте прожимать на колокольчик, чтобы приходили на меня и стримах видео в будущем. Ссылка на оригинал, на Савик Тим, на мой телевизор-канал в описании и в закрепленных комментариях под интеракцией, извиняюсь. И всем же здоровья и, конечно же, мира. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok